Помню, когда Герман Клименко был советником президента Российской Федерации по интернету, условно говоря. Мы с ним беседовали про российских хакеров. Тогда многие говорили о том, что наши хакеры оказали влияние на результат президентских выборов в Америке, когда Трамп победил. Где наши хакеры сейчас, хочу я спросить. Я хочу спросить, после того, как я увидел вот этот вот, вы сейчас ролик посмотрите, фрагмент, украинские хакеры хакнули крымское телевидение и по всем каналам запустили там обращение Зеленского на море. Ну, что-то как-то недорабатываем. Российская присутность в нашем Крыму перетворила его на один из самых безопасных, невильных мест в Европе. Я верю, что украинские правы и вольное життя снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю и наших людей. Збройные силы Украины, наши разведки, специальные службы уже делают необходимые кроки именно для этого. Эти кроки можно почути и все, что оккупанты уже начали втекать из Крыма. Это правильный выбор для всех. Для всех них. Мы вернемся свободу Крыму, всем нашим людям в Крыму. Мы вернемся свободу Крыму и обязательно сделаем Крым одним из самых безопасных мест в Европе. Крым на это заслуживает. Слава Украине! Как вы относитесь к тому, что западное сообщество, не скажу за все западное сообщество, но вот про Америку точно. Я просто по своим друзьям американским знаю, что они убеждены совершенно, что наши хакеры самые хакеры в мире. И что мы реально повлияли на результаты президентских выборов в США. Ваша оценка экспертная. Вы знаете, я разделю на две части. Я уверен, что профессионализм наших программистов действительно достаточно. Мы действительно лучше всех во многих аспектах. Действительно лучше. Мы лучше всех во многих аспектах. Это сейчас вот легенда о влиянии на выборы. Вот вообще легенда о влиянии на выборы. Дело в том, что интернет, мы сейчас отделяем, это как криптовалюта. Криптовалюта, такое не бывает, понимаете. Вот есть оксюморон. И здесь то же самое. Что значит повлиять на выборы? Это изменить голоса. Вот, например, мне нравится автомобиль марки Жигули. Меня можно, ну, например, я же сказал, например, я говорил, я сказал, например. Вот, вы знаете, вы можете мне давать много, что почитать, но это очень много времени надо потратить, чтобы меня перепрограммировать. Чтобы мне понравился, например, там, Запорожец. То есть, например, Мерседес и БМВ. Или я пользуюсь, там, у меня МАК-компьютер. То есть, и Apple-компания. Перетащить меня на Windows просто невозможно. То есть, вопрос перепрограммирования и влияния. Всегда нужно четко понимать, а что такое, куда повлиять? Мы вскрыли механизмы Google, а тут я отвечаю, нет. То есть, ну, как-то же влиять. Вопрос же, вот, понимаете, влиять и быть лучшим, это, ну, вот, очень не рядом. Да, и поэтому, мне кажется, что, вот, я чуть-чуть отойду в сторону, вот, когда врачи спорят, что, там, программисты хотят к ним, они друг с другом спорят, не с нами. Вот, вы знаете, и там та же история. Когда спорят близкие, да, обязательно должен кто-то найтись удобный такой, знаете, кому стучать по голове, но не друг друга же обвинять в том, что проиграли, да. На текущий момент, если бы интернет мог влиять на выборы, у нас были бы не просто бюджеты ящиков, да, у нас были бы бюджеты двух ящиков, трех ящиков, пяти ящиков. Ну, я просто, вот знаете, это всегда история. То есть, мы умеем, правда, мы виноваты, мы умеем продавать кроссовки, мы умеем продавать мерседесы, мы умеем продавать все, что угодно, но вот выборы мы пока не можем продавать. Когда научимся, тогда вы это почувствуете, вот, если здесь будет интервью не телеканалу, там, да, а будет интервью YouTube-каналу, например. И тогда, да, тренды идут, но я вас уверяю, пока до этого очень далеко. Очень много легенд, это очень красивая легенда. Но, вот еще раз разделю, просто когда смешаешь, красиво получается. Да, то есть, ну вот еще раз, профессионализм наших программистов, он не подлежит сомнению, это правда, да. А влияние, это уже очень такой, знаете, вопрос, мне кажется, такой пиарный свойств. Это не сколько... Я не могу придумать, вы знаете, мало людей, я к себе тоже отношу к каким-то понимающим в этой истории. Вот если вы ко мне пришли с заказом, скажите, давай на выборы повлияем. Я бы сказал, понимаешь, освоить бюджеты, ну вот если я сейчас не чиновник, а вернулся в бизнес-историю, например. Я бы сказал, освоить бюджеты смогу, а вот результат никак.